Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Пробежалась я по пиратским видосам. Если честно, я себя так отвратительно никогда не чувствовала, как на сей раз, когда посмотрела их видосы. Какие же мерзкие людишки! Да их и людьми-то невозможно назвать. Сидят, жрут, чавкают, как свиньи, ляпают этими ложками и обсуждают чужих детей. При том, что они не имеют своих собственных детей. И этот гнилой, паршивый род смеет обсуждать видео ребёнка с ДЦП. Как можно быть такой гнилой? Честно, ребят, я даже не досмотрела этот видеоролик. Сидела, бугнела, что деньги пришли. Прям счастье полные штаны. И якобы, как можно радоваться чужому горю? Какое у тебя нафиг горе? Где у тебя горе? Колбасы не дожрёшь, деньги не получишь. Так жопу подыми и иди работай. Горе у неё, видите ли? Зарплата не дошла. Ну, хорошо хоть дошла. Хоть меньше, может, твой гнилой рот поносить будет других людей. Бестыжие. Слушайте, вот, знаете, последнее время я как-то, ну, ровно дышала к ним, но здесь просто невозможно. И увидела я в комментариях, сколько негатива. Да, в принципе, когда у неё позитив был. Если сама себе не напишет, никто ей ничего не напишет. Сидела, значит, она рассуждала, что якобы, как можно радоваться там чужой беде, чужим проблемам. Ну, их проблемы это то, что там с деньгами какие-то там проблемы не доходят. Ну, в принципе, никому они не пришли вовремя. Но пиратка уже труханула, пятая точка у неё полыхала. Видимо, нехило полыхала. Тут, наконец-таки, зарплата пришла. Всё, унитаз уже будет трещать по швам, да. И желудки тоже будут трещать по швам. И, значит, рассказывает, что увидела Шварцена там, где ребёнок пришёл к зубному с ДЦП, да. И там он что-то там, ну, дёргается или что. Ну, как детки с ДЦП, да. Все мы знаем, что такое ДЦП, знаем, какие детки с ДЦП. И это беда, это беда родителей. И, значит, Нина увидела, сколько там просмотров, лайков и комментариев. И она в шоке, говорит. Люди не смотрят, чтобы там пожалеть, да, не с жалости. Они смотрят и радуются, что там у меня Васька или Ванька не такой. Какой кошмар. Пиратка, видимо, вообще радуется, что у неё нет никого. Ты идиотка, Нина. У тебя вообще в голове пусто. Труха, что ли? Это какой-то ужас, ребят, что я услышала. Если у тебя труха и сердце, у тебя нет и вообще совести никакой. В принципе, я и не сомневалась, что у тебя нет ни совести, ни стыда, ни сожаления. Просто в очередной раз убедилась, то люди ставят лайки для продвижения видеоролика. Возможно, ребёнку нужна помощь. Такие дети испытывают сложности в жизни. И мамы, папы, пусть они даже и зарабатывают, но они тратят все деньги, заработанные, и отказывают себе во многом, чтобы помочь своим детям. Они многое, может быть, хотели для себя бы, но у них не получается. А тебя уже жаба задавила за лайки ребёнку с ДЦП? Это какой идиоткой надо быть гнилой паршивой бабищей, чтобы нести своим гнилым ртом такую гадость? Как так можно? Ну, в принципе, ребят, чего удивляюсь я? А что от неё можно ожидать, скажите, если она уже тему детей цепляет, детей-инвалидов, особенных детей? Я не люблю слово «ребёнок-инвалид», потому что, ну, как-то мне не нравится. Я больше люблю говорить «особенные дети», а не действительно «особенные дети». Не смогла я, ребят, досмотреть этот видеоролик. Мне настолько было противно. Просто вот, знаете, закрыла на крестик и не могла понять, да, откуда в человеке столько дерьма. Говорю прямым текстом, как думаю. Дальше пробежалась я по видосам, где ребёночек побежал. Вовкин тоже особенный. Нинка, так у тебя Вовка особенный. Показывай его, ему тоже будут лайки ставить. Тебя, видимо, жаба задавила, что твоему сынку лайки не ставят. Пошёл, короче, сынок сам в больницу, к врачу. Показатели печени там, чтобы врач посмотрела. Вы думаете, он ходил к врачу? Я сомневаюсь. Не ходил он никакому врачу. Это очередная постанова. Вместе вышли. Только она поснимала себя, как будто она там выходит, да. А потом сняла на улице отдельно Вовку. Что он якобы уже к врачу сходил. Водичку ей дал. Нормально, да. Без рюкзачка. Совсем вот просто так ходил. Просто так. Так, очередная постанова, чтобы сказать, что Вовка стал самостоятельный. И Нина его уже одного пускает, да, даже в больницу. И с ним не таскается. В чём я сомневаюсь. Если бы он пошёл в больницу, то потащилась бы она с ним. А почему снимали именно такой видос? Да, это как гнилая отмазка того, что они жрут бесконечно, да. И у Вовки проблемы со здоровьем, проблемы с печенью. И с показателями там не очень-то. И чтобы людям якобы донести, что всё нормально. Нормально, видите, мы жрём, а здоровье не ухудшается. Так что жрали, жрём и будем жрать. Ну и бухать. А бухают они, ну, каждый день, да. Венца притащили из Адлера и попивают. И, знаете, мне кажется, под этот же шумок они ещё в магазине покупают. Какая разница, да. Уже, походу, всё выпили, что привезли. Но в магазине же продаётся. Под шумок можно накупить ещё хоть ящик венца и попивать его. Рассказывая байки, да, что всё это то вино из Адлера. Дальше, как всегда, с зажрачкой в магнит. Пирожочков пожрать, кофейку попить, лимонадика со вкусом вина купить. Это, слушайте, какие же озабоченные Бухаревым, что даже лимонад им понадобился со вкусом или ароматом вина. Ужас! Что хотели кому показать? Вот в жизни бы не покупала такую бодягу. Это ж вот так вот манит их, манит алкашка, что даже лимонадик им такой понадобился. Дальше почухали они, значит, смотреть красоты Нижнего. Вот посмотрела я этот видеоролик, думаю, какой же красивый город. Какой же красивый город. Но им же неинтересно ходить и наслаждаться красотой своего же города. Проще спар, покровка и больше ничего. А как Нино спускалась по ступенькам и ныло, что так тяжело спускаться аж тысячу ступенек до почкаловской лестницы. И даже назвали марафон почкаловской лестницы. Нинка, ты бы свои спасательные круги наверх подняла, а то вниз спуститься любой может. А вот поднялась бы наверх, ну нет, ну нет. Ну, знаете, если судить из того, что они постоянно показывают, то хоть что-то показали. Правда, пыхтело ужаско, когда спускалась. У Вовка потный весь был кошмар. Они ещё, когда зашли в магазин, где пили кофей с этими беляшами или пирожками, видели, какая у него была спина. Я представляю, какой он мокрый был. И вонючий, и потный. Я не думаю, что пиратка не вспотела так же. Она ещё и в жилетке была. Потом говорит, мы разделись, сжарились. Да, разделись. Мне интересно, Вовка опять будет шастать в этом костюме вонючем, потном? Конечно, подсушат его и опять напялит на Вовку. Неужели у него совсем нечего одеть? Он таскается постоянно в одном и том же. И я понимаю, что это всё правда, то, что его невозможно загнать в ванну, помыться и переодеться. Ну, а чё, они уже друг к другу принюхались. И не смертят они друг другу. Им нормально. Они уже друг другу, наверное, пахнут. Принюхались, короче. Ну, и вы знаете, под этим видосом, где они показали вид с очкаловской лестницы города, это действительно красиво. И я вот задумалась, думаю, ну, почему не показывать достопримечательности Нижнего? Неужели там нечего показать? А ведь там столько красивых мест. Только вот им лень таскать свои телеса, чтобы показывать людям красоту своего города. Лучше чавкать, ляпать ложками по тарелкам, обзывать детей особенных, да, и клянчить деньги, рассказывая о том, как они мало получают. Ожрать охота обоим. Ой, ребят, если честно, у меня нет слов после просмотра их видосов. Просто, ну вот, за весь день настолько отвратительные, ну, что я даже не знаю, что еще можно добавить. В общем, пишите, ребят, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви и добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.